Всем привет! Сегодня 14 апреля, Московская область. У нас два дня аномальная жара. Днем больше 20 градусов тепла, ночью 10-12. Но уже завтрашнего дня похолодает, передают дожди и плюс 14 днем. Ночью до 5-8 градусов тепла. А я только что в свою стеклянную большую теплицу, где я выращиваю томаты, я вынесла рассаду томатов, перцев и баклажан. Решила это сделать, потому что уже у меня на одном подоконнике места не хватает. И в принципе ночью, если будет держаться 5-8 градусов, а днем 15, то это отличная вообще температура для рассады, чтобы она не вытягивалась, а была крепенькая. Эта часть, видите, у меня маленькая рассада томатов. А там, что я накрыла, там она, конечно, уже побольше. Ну, сейчас расскажу. Итак, теплица эта у меня стеклянная. Выращиваю здесь высокорослые томаты, она не обогреваемая. Форточки здесь автоматически, когда большая температура, они сами поднимаются. Здесь три форточки. И две с торцов, это форточки, они механические. Одна дверь. Итак, рассаду вынесла. Она у меня в пакетах. Так еще подвернута землю, я еще не подцепала. И два дня я ее назад пролила. Вот сегодня только что я ее вынесла. Значит, буду ставить таким образом дуги. И накрывать укрытым материалом. Это номер 17. Для того, чтобы, конечно же, рассада нежная, и она не подгорела от солнца. А вообще, я обычно, кто смотрит видео, я люблю закрывать, не натягивать, не укровной здесь, а закрывать полностью вот эти стены стеклянные. Тоже номером 17. Я по периметру вот таким образом полностью закрываю теплицу. Но это буду делать попозже. Мне сейчас этим некогда заниматься. И остается сейчас мне вот эту часть накрыть, рассада и все. И она у меня сегодня, первую ночь, будет ночевать в теплице. Этот номер 17, спонбонд, он укровной, я убирать не буду. Он у меня будет так и днем, соответственно, да, чтобы рассада не сгорела. Но на ночь я накрою этим укровным. Это плотность номер 60. Я его сложу в два раза, то есть будет плотность 120. И на ночь буду накрывать полностью рассаду. Утром рано встану. Этот укровной я просто скину, а номер 17 останется. Прикрепляю на дуге с помощью вот таких канцелярских скрепок, или как они, зажимов. Это чтобы материал туда-сюда не ходил, потому что укровной номер 17, он очень тонкий, как видите, и быстро рвется. И чтобы он не телепался туда-сюда, лучше фиксировать. К нему прилипают все это иголки, и потом он очень быстро рвется. В общем, номер 17, конечно, вы все знаете, он недолговечный. Вот два года, и все, приходит негодность, рвется. Ну, надо осторожно, и два года тоже хорошо может послужить. А здесь я уже показала, а, не показала. Это у меня рассада перцев. Смотрите, они какие уже хорошие. Это побольше, более высокорослые, это поменьше. И также у меня здесь 6 кустов баклажан. Видите, сразу ушки повесили, вот они. Только вынесла, сразу их накрыла, чтобы не подгорели. Для перцев и баклажан я укровной номер 17 сложила в два слоя, потому что рассада более нежная, и двойной слой будет как раз самое то, чтобы они не подгорели от вот этого яркого солнца. Поэтому под вечер все только что вынесла. Сейчас в 5 часов вечера, чтобы не так было жарко. И как раз они у меня в ночь уйдут. Так, что я буду делать потом? И таким же образом я приготовила тоже укровной 60-ка, сложила в два слоя. Накрывать буду, утром все снимать. Оставлять только этот. И в ночь я, значит, приготовила уже воду. Из распылителя я растворю на пол-литра HB101, две капельки, и побрызгаю полностью всю рассаду. Она у меня немножко обсохнет, и только тогда я буду укрывать уже плотным материалом. В общем, на ночь я обработаю HB101. Вот, в принципе, и все. В теплице посмотрела. Днем сегодня было, по-моему, 45 градусов. Вот сейчас мы посмотрим, сколько сейчас. Вот стоит начало 6-го. А вот сейчас он показывает 30, ну 30 с копейками. Ну, конечно, днем было очень жарко. Наверное, все 45 и было. Вот, в принципе, и все. Цветочную рассаду я там вот как лобелию. Я ничего еще не выносила, потому что я ее рассадила. Я показывала рассаду в торфяных таблеточках по отдельным стаканчикам. Но еще маленькой я ее подсвечиваю. И более такие еще условия у нее тепличные. В доме на подоконнике. Там, как видите, в маленькой теплице я тоже сделала дуги. Я туда вынесла уже рассаду цветов. Это фуксии. Еще что-то у меня там. А, ну, леатрис. Ну, все-таки цветочки некоторые. Тоже нужно будет снять цветы, какие у меня рассада. Ну, вот, в принципе, так выглядит теплица, где будут расти высокорослые томаты. Здесь дорожки тоже у меня застелены. Это хвойный опад. Земля еще осталась для рассады. Полтора мешка. И завтра, какой у нас завтра, 15 апреля, я уже буду начинать высевать в рассадные пакеты огурцы. Огурцы, потом люфу. Но я надеюсь, если у меня будет время, я сниму, какие у меня новые гибриды огурцов на этот год. Они будут полностью новинки. Вот, ну, все по мелочи еще. Завтра бархатцы буду сеять. Будет возможность, сниму видео. Ну, вот, в принципе, все. Хотела показать, что вынесла рассаду. Будет теперь она у меня жить здесь, до высадки. Рассчитываю рассаду высаживать и томатную, и перечную в первых числах мая. Там, первого мая или второго мая. Ну, посмотрим все по погоде. Потому что сегодня жарко, а завтра у нас могут быть морозы и снег выпасть. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Всем пока!